Городообразующий предприятий Знаете, у вас очень глубокий вопрос Можно я вам скажу первое впечатление Все-таки с утра Поскольку заехал на такой пост В новоселье, когда Одна из наших замечательных семей Получила квартиру и уже обживается Девногорск, вот помимо Туризма Это город все-таки гидростроителей Здесь очень много, к сожалению, ветхого Аварийного жилья Слава Богу, по этой части край продвигается Очень активно и одна из Таких позитивных площадок Это, конечно, Девногорск Где за три года Порядка 500 жителей Получили новые квартиры Или переехали отсюда Соответственно, получив соответствующие документы И на ближайшие трехлетку Мы планируем приблизительно такое же количество Новосельей, что называется Ну а что касается вашего вопроса Действительно, город Девногорск Он всегда был очень таким особым Притягательным с точки зрения Туристический И теперь, когда сам Красноярск пользуется Все больше популярностью В связи с развитием внутреннего туризма То Девногорск получил дополнительный импульс Такого же плана Относительно того, какую роль в этом играет Местный бизнес Я надеюсь, что большую Скоро, в частности, и Торговый порт, прежде всего, сделан Для людей, которые здесь изначально В том числе и торговали И развивали другие виды активности Связанные с туризмом Не все сейчас получается пока совместить Но я думаю, и те предприниматели Назовем так Те точки торговые, которые стоят здесь неподалеку Они в ближайшее время соединятся Поскольку, видишь, здесь сделано красиво Доступно и эстетично Мы сегодня провели Такой достаточно предметный разговор Который связан с тем, чтобы И внешний облик города Подтянуть дальше Вот наряду и со сносом Ветхого аварийного жилья Я очень рад тому, что И наша компания N+, Теперь она уже и наша В том числе, коль скоро много здесь связано Как раз не в рамках проявления социальной активности Сделала такой, ну я думаю, доступный Не какой-то уж дворцовый объект Но тем не менее нужный для девногорцев И самое главное Он пользуется здесь большой популярностью Для нас Девногорск Это еще и практический порт туристический Поскольку вот сегодня шла речь О более интенсивной использовании Возможности нашего Енисея Появится сюда на электротяге Буквально в ближайшее лето Первое сюда придет комфортабельное Поэтому можно будет сюда доехать Как электричкой, так автобусом Так и речным транспортом Что, конечно, уверен будет Вот такой дополнительный Дополнительным мотивом Для посещения девногорцев Поэтому надеюсь, что И вот те точки роста, которые мы посещаем Приобретут другую жизнь Мы говорили о том, чтобы здесь было Не только все парадно и красиво Но чтобы люди могли приехать Просто шашлык пожарить Погулять с ребятишками Поэтому уверен, что это будет Место таким очень популярным Для самих девногорцев Ну и, конечно, для их гостей Александр Викторович, ну по сути сейчас Девногорск, ну так условно Моногород, вот туризм Насколько сможет прокормить Население местных жителей Ну почему моногород? Ну он, кстати говоря, таким и создавался Все-таки был городом гидростроителей А потом те, кто работал на ГЭС Теперь это и пригород красноярца Многие девногорцы работают там Ну и производство здесь есть И, ну вы знаете о них Они достаточно устойчиво развиваются Мне кажется, с точки зрения производственных объектов Особо здесь все-таки развивать не стоит Город в экологическом отношении Должен вот сохранять свою привлекательность Ну и туризм в том числе Спасибо 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 Павел Александрович, может быть, у меня пару вопросов Пасанчик, да Давай Касаемо сегодняшнего самого первого объекта Который вы посетили Вы, как и у вас, спрашивают про спорт Как вы оцениваете это, что сделала компания МЧС? Ну, конечно, большое спасибо Олегу Владимировичу Что не только в Красноярске Но и в целом в России поддерживают лыжный спорт Он прекрасно сегодня объект Который совмещен для массовых прогулок Что любой житель города Девногорска Может прийти и взять в прокат лыжи И по обустроенной трассе прокатиться Так и на совершенно другой уровень вышли Условий для ребятишек, которые занимаются спортивной школой Будущих чемпионов Как сами профессионалы полупрофессионалов Полупрофессионалов Конечно, все, дай бог, чтобы они были здоровы Чтобы они за счет занятий лыжными гонками Лыжным спортом Были активными и такими физически подготовленными Ну, а спортсмены-чемпионы, конечно же, будут С такой поддержкой компании От ее руководителя Это очень здорово, что в Красноярске и в Девногорске Вот точка приложения так вот совместилась Спасибо Сергей Иванович Так, Сергей Иванович, вы на очереди Ребят, ребят, ребят Сегодня прошло расширенное совещание Основным вопросом которого было Открытие туристической инфраструктуры Девногорска И действительно была широкая инфраструктуры Девногорска Как вы оцениваете эти совещания и чего сдать Девногорску? Я думаю, что об этом совещании уже можно говорить В такой более широкой рамке Это совещание, в принципе, по развитию Девногорска Потому что были многие темы подняты, которые сегодня Не относятся напрямую к туризму, но относятся как раз К жизни горожан Это и дороги, это фасады Это вещи не только привлекающие вид, но и делающие проживание комфортным Поэтому нам в данную неделю проработать основные предложения Для того, чтобы мы могли представить свои предложения По изменению в краевый бюджет по отношению к Девногорску Сергей Иванович, Юлия говорила по поводу транспорта сюда, автобусов То есть есть, возможно, городской автобус сюда Хотя бы с интервалом каким-то через... Не подряд пускать, а какие-то маршруты? Да, конечно, у нас возможность есть Если мы говорим про летний период Это точно маршруты, идущие из города Девногорска На 66-й километр федеральной трассы Это дачные маршруты Это уже 100% решение Он будет ходить хоть как-то То есть остановка здесь будет? Остановка здесь есть Она есть вблизи моста Мы сейчас думаем, что переносит сюда ближе остановки Но это полномочия все-таки у Курдорунисея Потому что они являются эксплуатантом федеральной трассы И маршрут, который сегодня в городе есть Их тоже реально один из маршрутов У которого и у одного-второго У них заканчивается маршрут на набережной В конце набережной Продлить дальше до этого места Все-таки, я так понимаю, не только вот эти места будут обрешать в Девногорске Но и весь сам город Каким образом, может быть, есть уже какие-то наметки Даже, допустим, ЖД-станции и всего прочего? Очень рано громко об этом говорит Но мы в последние годы работаем на разные предложения Чтобы они были проработаны Такие как Виадук от ЖД-станции к набережной Это опять же, ну, вот сейчас проект требующий доработки И проработки для того, чтобы уже, ну, итоговое решение понять Мы в этом году благоустраиваем милицейский парк За счет средств федерального бюджета Мы выбрали конкурс малых городов И получаем финансирование целевое На появление нового большого сквера Тоже в районе набережной Центральную часть города Где сегодня был Бывший автовокзал Площий-строитель Тоже будет благоустроен В рамках комфортной городской среды И мы еще инициировали за местные деньги Появление там билетной кассы Потому что давно один город живет без вокзала Это очень острая проблема Где сегодня А. Погреться Б. Купить билеты Люди еще привыкли Покупать билеты В бумажном виде Все будет в едином стиле? Есть разные подходы Скажу вам честно Наверное, единый стиль Это очень сложное Слово при условии того Что все три террасы города Нижняя, средняя и верхняя Отличаются друг от друга Поэтому это будет современно Как видят дизайнеры С те, которые мы очень долго на тему работали Это проект не разработан на коленках Это длительный период Сергей Иванович Ну вот торговый порт Он с начала года Начал работу в тестовом режиме Можем ли мы говорить Ну сегодня Что он все открылся И уже работает Ну это поражение тестового режима Вы сами видели Мы впервые столкнулись С контейнерной конструкцией С такими подходами Поэтому тот набор резинов Который сегодня есть Я уверен, он будет со временем еще меняться Но подходы к тому Что это место Где можно выпить кофе Сходить в благоустроенный туалет Купить разные сувениры Как съедобные, так и несъедобные Связанные с Анистейской Сибирью И как раз наша аудентика Это да Поэтому Да, сегодня особенно Это проявляется в выходные дни Конечно, самый большой спрос Идет на кофе и рыбу На сувениры чуть меньше Но мы, конечно, ждем летний период Всего того, что трасса является Как раз серьезным потоком На юг Кашинского края В Хакасии, в Ту Поэтому мы и говорим Что основным пиком Работы этого места Станет как раз лето Ну и плюс появления Новых возможностей Ввиду некого Стоп-благоустройства Которого здесь будет Встреча, спасибо Спасибо Спасибо